Всем привет! С вами снова Даша и это мой канал на видео. Я как всегда встала поздно, на улице как всегда темнее, поэтому ничего в этой жизни не меняется. Как не меняется то, что мне постоянно говорят одни и те же вещи, ребят. Одни и те же, и за дня в день я читаю одни и те же комментарии. Поэтому я решила, что одним из первых видео должно быть это. Даша, у тебя такие красивые ресницы! Они нарощенные, да? А какой ты тушью пользуешься? Ребят, нет. Ресницы у меня свои, никогда их не наращивала. Хотите, верьте, хотите, не верьте, но есть такое понятие, как генетика. Да, мне повезло. Мне достались от родителей такие хорошие ресницы. Они у меня А густые, Б длинные. И вовсе не важно, какой тушью я пользуюсь, вообще не важно. То есть за 100 рублей, за 3500, будет Maybelline, будет Adior, не важно. Результат будет всегда один и тот же. Такие большие, пушистые и хлопать. Когда я перехожу в магазин, я прошу тушь, которая не придает объем. Вы представляете себе удивление продавца? Когда приходит девушка и говорит, А вы не подскажете, какую бы мне взять тушь, которая не придает объем ресницам? Я вообще тут вот о чем подумала. Такое ощущение, что все ждут какого-то волшебника на голубом вертолете, который прилетит и расскажет, какой тушью пользоваться, чтобы были длинные ресницы. Каким блеском намазать губы, чтобы они стали большие. Как накрасить брови так, чтобы они были идеальные. Итак, мы переходим к пункту 2. Даша, у тебя идеальные брови. Как добиться таких бровей? Даша, у тебя татуаж? Так вот, ребят, у меня и не татуаж, и не идеальные брови. Я, наверное, вас расстроила сейчас, да? Вот так берут и рушатся обо мне все иллюзии. Никогда не думала, что буду показывать это в прямом эфире. Ну ладно, экскурс по истории моих бровей. Когда я была совсем маленькая, я выщипала себе из больших хороших бровей, говорят, а они мусенькие ниточки. И с этими двумя ниточками мне пришлось жить очень долго. И даже в возрасте 18 лет у меня все равно были ужасные тонкие брови. Ох, раз уж я раскрываю тут свои секреты, я вам больше скажу, ребят. У меня брови находятся на разной высоте. Одна бровь где-то, наверное, на полсантиметра выше другой. Ну, то есть где-то вот так вот, да? Поэтому, ребят, результат моих бровей – это упорство и ежедневный труд. Можно сказать, что каждый день я просто их рисую заново. Особенно учитывая тот факт, что я блондинка. Соответственно, брови у меня очень светлые. Так же, как реснички. Хоть они у меня длинные, но они очень светлые, поэтому я их крашу. На самом деле, идеальных бровей не бывает. Почти у всех брови разные высоты, разные ширины, не идеальный изгиб, не идеально длинные, не идеально расположены по отношению друг к другу. Просто научитесь их хорошо подводить. И все у вас будет классно. Третий пункт. Даша, у тебя такой красивый цвет волос. Какой номер краски не подскажешь? Ребят, ну что, ну серьезно? Нет, ну вы серьезно задаете мне эти вопросы? Вы хоть раз видели, чтобы у меня корни отрастали? Хоть на одной фотографии за все эти годы? Ну, хоть на одной. Видели? Я никогда в своей жизни не красила волосы. Ну ладно, кроме одного раза, когда в возрасте 14 лет я решила промелироваться розовым тоником. Ну что, Даша, пункт номер 4. Даша, у тебя такая идеальная кожа, она светится изнутри. Что ты с ней делаешь? Чем ты красишься? Даша, как ты ухаживаешь за кожей? У тебя идеальная кожа? Ребят, на самом деле это больной вопрос для меня. На самом деле больной, потому что не так давно у меня были очень серьезные проблемы с кожей. И я очень долго ее лечила, очень долго, очень тяжело. Я расскажу это в каком-нибудь из следующих видео. И всегда у меня есть какие-то с ней проблемы. То что-то выскочит, то она покраснеет, то она зашелушится. У меня не идеальная кожа. Да, конечно, я стараюсь, я за ней ухаживаю, как могу. Насколько я способна, я это делаю. Но она не идеальная. Как у всех, у меня вскакивают прыщики, у меня есть какие-то неровности. Я не знаю, почему людям так кажется. Возможно, тут есть какой-то, ну, секрет, не секрет в базовом макияже. Я про это тоже обещаю вам рассказать. Хотела сегодня записать видео про макияж про ежедневный. Что вы думаете? В середине у вас скачет прыщ? Ну, я вот смотрю на себя в зеркало, наверное, накрашенную и думаю, ну, как я буду вот это людям показывать, которые говорят о моей идеальной коже. Даш, ты живешь в сказке, ты живешь в Италии, все так красиво, все так классно. Даш, у тебя такая потрясающая жизнь, ты путешествуешь, ты постоянно в движении, у тебя постоянно что-то происходит. Не то, что у меня все грустно, рутина каждый день. Ребят, я такой же человек, как и каждый вот из вас, кто меня смотрит. У меня также бывают проблемы, я также ссорюсь, я не знаю, с любимым человеком, с родителями. У меня бывают проблемы в жизни, у меня бывают проблемы со здоровьем. И путешествую я не каждый день, возможно, я путешествовала два дня, а потом неделю выкладываю фотографии. И, возможно, кому-то кажется, что я путешествовала неделю, и так неделя, 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 и получается, что у меня вся жизнь сплошное удовольствие. Ребят, давайте будем честными. Зайдите в инстаграм к каждому из своих друзей, к каждому, и жизнь каждого покажете сказкой. Так уж мы устроены, что мы не показываем свои проблемы и представляем свою жизнь картинкой для других. В то же время, прошу не путать, я никогда не показываю то, кем я не являюсь. Я вот это вот не перевариваю, знаете. Такая, знаете, девочка, такая классическая инстаграм-девочка. Руль чужой машины, сумка, кольцо. Все, что у меня есть, я всего этого добилась сама. И если я что-то показываю, значит, я на самом деле от всей души этим горжусь. Если вы увидели на фотографии мой дом, и он вам кажется красивым. Если вы увидели мою одежду или мою сумку, и она вам кажется классной и неподъемно дорогой. Просто помните о том, что мне это с неба не упало, что всего этого я добивалась, достигала и зарабатывала на это сама. Итак, подходим к пункту номер 6. Ааа, ну все понятно, сумочка ты в Сен-Лоран, да? Ну классно, у тебя богатые родители. Ааа, что, она на море отдыхает, да? Ну ясно, что муж у нее богатый, все ей купил, всюду ее свозил. Я не знаю, верить вы мне или нет. Я открываюсь как могу, дальше уже вам решать, верить в то, что я говорю или не верить. У меня замечательная семья, у меня потрясающие родители. Они дали мне многое, они мне дали образование, они мне дали счастливое детство, они мне дали, скажем так, путевку в жизнь, да? Но всем этим можно воспользоваться по-разному. Кто-то будет учиться с утра до ночи, а кто-то будет прогуливать каждый день. Кто-то будет пользоваться родительскими средствами до 30, а кто-то пойдет работать на втором курсе. И, ребят, у меня не богатые родители. Они хорошо обеспечены, но у нас с семьей никогда не было парше, яхта. У меня просто хорошая семья. Они вкладывали в меня по максимуму, но поймите, ни одна из моих дорогих сумок, которые вы видите очень часто, я не знаю, в инстаграме, в блоге, ни одна из них не куплена моей мамой. Я уже сказала до этого, но, наверное, нужно повториться. Ребят, все, что у меня есть, я этого добилась сама. И я это повторяю, потому что, черт возьми, я этим горжусь, я этим на самом деле горжусь, что да, мне 27, и да я достаточно уже добилась к своему возрасту. Вы сейчас такие смотрите видео, наверное, и думаете, отписаться, отписаться, отписаться. Никому не нравится, правда. Ведь так, возможно, я кого-то разочаровала. Может быть, так и нужно было продолжать строить какие-то фантазии на свой счет? Вообще, я заметила такую тенденцию, что людям нужно во что-то верить. Во что-то верить, чтобы быть сильнее, верить, что у кого-то жизнь лучше, лицо красивее, ноги длиннее, и им все это далось просто так. А я такая бедная, сижу и грущу, у меня плохая работа, у меня скучная, неинтересная жизнь, а вот им все далось просто так, поэтому они счастливые. Это не так. Никто к ним не приходит и не включает им счастливую жизнь на кнопочку, понимаете? Когда вы видите девочку с хорошей фигурой в интернете, знайте, что это работа день и ночь. Это питание, над которым она не спит, и тренировки по два раза в день. Когда вы видите хорошую кожу, то эта девочка занимается тоже ей с утра и до ночи. У нее целый ящик всяких косметических средств, она входит к косметологу, и она вкладывает свое время, свои силы, свои средства. Она все вкладывает в то, чтобы выглядеть хорошо. Когда вам кажется, что кто-то так много путешествует, а вы нет, вы не думайте, что эти путешествия на них свалились просто так. Они очень долго и за дня в день над этим работали. Если вы в чем-то недовольны своей жизнью, своей внешностью, возможно, вы просто не так сильно стараетесь. Может быть, нужно работать больше, мечтать больше. Ребят, любите себя и любите свою жизнь. Мечтайте о невозможном и верьте в эту мечту. И она сбудется, я вам обещаю. Ведь мечты созданы, что-то сбываться. Очень надеюсь, что вы не подумали обо мне ничего плохого после этого видео. Что я какая-то высокомерная или зазнавшаяся. Просто у меня немножко накипело, и я решила рассказать вам всю правду, как она есть. На сегодня все. С вами была Даша. Обязательно подпишитесь на канал. У меня вот в этой волшебной книжечке есть огромный-огромный список того, что вы еще увидите. Поэтому не пропустите новые видео. Всех целую. И всем прекрасного понедельника. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok